всем привет ребята как меня видно слышно ставьте плюсики меня видно слышно все отлично ладно начинаем у нас сегодня будет разговор немножко отличаться от предыдущих наших встреч потому что очень много технических всяких терминов но без них никуда нам не уехать дальше поэтому будем стараться вникать и разбираться и разговор видно слышно хорошо вот и разговор как обычно я начну с того что представлюсь меня зовут инна понегова я спикер компании вирекс платформа вирекс предоставляет нам эту вебинарную комнату и мы разговариваем о монетах которые представлены в кошельке вирекс для того чтобы понять какая внутренняя стоимость у этих монет насколько они привлекательны для нас когда как инвестиция соответственно сейчас в кошельке 17 монет будет 50 и каждую монетку мы будем разбирать по порядку сегодня мы продолжаем разговор о платформе эфириум и плавно перейдем к фильм классик в прошлый раз мы поговорили о том как все это начиналось сегодня немножко повторим для тех кто не присутствовал на прошлой встрече единственное что я хочу у вас спросить а у нас есть новички кто вообще не посещал мои вебинары поставьте единички пожалуйста чтобы я понимала кто у нас новенький есть да хорошо ну и так мы пройдемся сегодня значит тогда повторим действительно историю появления эфириума эта платформа заслуживает нашего внимания рассмотрим еще раз цели и задачи на них остановимся поподробнее потому что об этом виталий бутерин неоднократно говорит об этих задачах которые стоят перед платформой и поговорим собственно как произошло так что появилось две монеты появился эфириум и эфириум классик в итоге в списке да поговорим о команде и о сути и о том в чем разница между этими двумя платформами еще раз я естественно не могу не сказать о моем любимом чарльзе чарльзе хоскинсоне и его корпорации ай оучкей ну и дальше рассмотрим ближайшие события которое намечено на 5 марта это форк так называемый форка и дробь это вообще будет эфириум классик вот и поговорим о том нужно ли покупать сейчас эфириум классик и что вообще нас ждет какие плюшки от этого события нас ждут так погнали значит почему мы останавливаемся на самой платформе эфириум потому что это это платформа она позволяет создавать как бы самоисполняющие самоконтролирующие смарт-контракты и это революционное решение вот в мире блокчейна эфириум имеет настолько широкую специализацию по архитектуре своей и он является базой как для финансовых протоколов да то есть короче он интересен как финансовым институтом так и не финансовым просто это огромные возможности для того чтобы исключить человеческий фактор и для того чтобы машина взаимодействовала с другими узлами и так по поводу истории значит код эфириума кто не знает разработал русскоязычный русский молодой человек виталик бутырин 20-летний он родился в россии возрасте 6 лет с родителями переехал в канаду его папа айтишник папа ему рассказал впервые о биткойне и виталик очень заинтересовался этой идеей децентрализации с детства он увлекался программированием побеждал различных конкурсах соревнованиях очень интересное мышление у молодого человека явно отличается как бы от стандартных детей и потом он на настолько увлекся блокчейном что даже прекратил учебу в университете и стал ездить по миру заниматься значит стартапами которые были основаны на открытом исходном коде open сорс стартапы на блокчейне помогал им и узнавал больше о биткойне на тот момент только формировалась у него идея о так называемом биткойне версии 2 как бы доработанном биткойне и в основе его мысли был умный блокчейн повторю такое сравнение что если биткоин это поколение номер один в плане блокчейна то есть если представить хорошее сравнение просто если представить все возможности интернета то представляете все возможности интернета сводится только к тому что мы переправляем на электронные письма друг другу вот виталик он смотрел как бы с высоты птичьего полета на все это и хотел сделать так чтобы блокчейн понимал команды и так называемый умный блокчейн и для того чтобы эти команды потом в дальнейшем как бы этим блокчейном чтобы управляла такая машина эвм где полностью децентрализация полностью осуществляется некая такая честность в распределении и где машины сами ну узлы передают информацию друг другу да и человек не может в нее вмешаться но это такая как мировой компьютер будущего значит эфириум вот оригинальный эфириум классический точнее не оригинальный но вот классический который эфириум виталика бутерина это система в основе которой лежит вот эта идея децентрализованных приложений смарт-контрактов да он создан с целью доработки концепции метапротоколов то есть обмена данными с целью доработки концепции скриптинга то есть написание программ и доработки концепции альткоинов то есть альтернативных монет которые возникают и возникали и продолжают возникать после возникновения биткоина как основного первой монеты и их объединение и предоставление возможности создания уникальных децентрализованных предложений практически любому в данный момент вот эта фраза практически любому немножко некорректно в том плане что еще пока не разработан такой конструктор который позволял бы обычному человеку без знания программирования писать умные контракты но это будет в ближайшее время уже такие бета-версии выходят они несовершенны но я думаю что в ближайшие буквально пару лет мы уже столкнемся с таким конструктором сейчас пока это простейшее исполнение написано для программистов которые более-менее знают язык либо знакомы с я вас криптом либо с языком solidity но вообще на платформе эфириум более четырех языков программирования поэтому такая очень навороченная платформа так вот по поводу умного блокчейна если мы говорим про биткоин что это блокчейн первого поколения эфириум мы можем отнести к блокчейну второго поколения но уже на основе идеи виталика идут разработки и очень сильные команды разрабатывают различные концепции и буквально догоняет их уже вот такая монета ада которая разработана на блокчейне кардана вот ее уже можно считать блокчейном третьего поколения она я не могу сейчас объяснить про эту монету пока мы не поговорили о возможностях платформы может быть вернемся к этому разговору в конце наши нашего разговора чтобы вы понимали термины короче говоря платформа эфириум настолько проста в разработке что встроенный язык программирования позволяет реализовывать произвольные функции правила владения правила проведения транзакций буквально прописав пару строк кода старт осуществился в четырнадцатом году хотя виталик начал работать надо и собирать команду в тринадцатом году впервые идея была опубликована в одной из статей вот в тринадцатом году как платформа нового поколения биткоина bitcoin 2.0 являясь open source ресурсом просто это объясняет это упрощает внедрение технологии блокчейн да из того что open source ресурс можно может скачать любой человек код открыт и доработать его и его идея изначально она не была бы так доработана если бы не примкнула к обсуждению его платформы так много людей так много умов различных стартапов и когда они организовывали вот это некоммерческого организовали штаб-квартиру в швейцарском цуге не зря не выбрали это место потому что во первых законы швейцарии были более лояльны к криптовалютному вот этому миру а во вторых там же множество банков и финансовых институтов и им удалось собирать залы из представителей очень крупных корпораций которые заинтересовались возможностями платформы эфириум и это естественно послужило толчком потому что они собрали такие огромные средства на своем это не было а все это был как бы краудфандинг но тем не менее средства для идеи которая написана на бумаге были собраны очень большие и вот интерес к платформе эфириум со стороны таких разработчиков и программных продуктов как вот microsoft ibm акронис это поставщик резервного копирования восстановления да за интересы банковской сферы в том числе сбербанк это о многом говорит значит вот в этой табличке на этом слайде виден слайд поставьте мне какие-нибудь плюсики слайд видите вот в этой табличке я разделила на три столбца идея которая первоначально была в голове у виталика его команды потом задачи которые ставились для выполнения этой идеи и уже инструментарий через что это все решалось или будет решаться в ближайшее время и так сама идея у него в голове это вот такой вот мировой очень умный компьютер а он основан на значит все транзакции все вся передача данных основана на децентрализации то есть нет никакого центра нет человеческого фактора в распределении средств в распределении данных эта честность достигается за счет самой технологии блокчейн дальше прозрачность имеется ввиду прозрачность транзакции кто не знает блокчейн цепочка блоков никакие данные туда невозможно внести ничего нельзя изменить она полностью прозрачна потому что множество участников перепроверяют историю и вот прозрачность она тоже основана на блокчейне как на распределенном реестре данных дальше самый наверное один из самых основных вопросов это вопрос безопасности платформы мы придем еще к вопросу безопасности это будет связано с тем как появился эфириум классик в итоге безопасность она достигается через обновление протоколов это называется форки в эфириуме значит через вот эти форки как о которых мы сейчас поговорим потом это все связано также с повышением сложности майнинга и консенсусы консенсусы значит будет переход с proof of work на proof of stake это вещи все взаимосвязаны они тоже связаны с безопасностью как это будет решаться это будет решаться через вот этот каспер о котором виталик недавно в ноябре говорил и в эфириуме заложено вот сразу такие термины говорю которые используют собственно сами разработчики потому что без этих терминов сложно читать новости в эфириуме заложена бомба сложности так называемая то есть майнинг трудность добыча трудность значит майнинга увеличивается с со временем должно увеличиваться в отсюда со временем значит вот это будет реализовано через каспер вопрос анонимности опять-таки к идее возвращаемся то есть вопрос анонимности и безопасности они также важны для того чтобы не было уязвимостей то есть с одной стороны мы видим прозрачность транзакций а с другой стороны мы не видим фамилии имя отчества и адреса людей которые отправляют деньги или передают данные или там пакета данных значит вопрос анонимности в эфириуме решается через такой принято было решение что он будет решаться через новинку в криптографическом мире через криптографический инструмент заказ на арк а заказ на арке мы поговорим чуть позже когда будем рассматривать вот такие монеты как но вот такую монету как заткэш монеты заткэша майнера я думаю мы наверное рассмотрим в одной беседе так вот заказ на арк доказательства с нулевым разглашением поговорим подробнее сейчас не в этом дело вот в изи метрополис в части византии как раз реализовано вот в октябре прошлого года была был сделан хардфорка византия в рамках релиза метрополис дальше вопрос масштабируемости вспоминаем что мы говорили про биткоин у биткоина ограниченный блок и когда тоже форкнулся и появился bitcoin кэш там было два лагеря одни разработчики bitcoin core поддерживали первоначальный код и неизменность размера блока в один мегабайт а второй лагерь за которым стоял роджер вер так называемый bitcoin unlimited значит ратовали за увеличение размера блока так вот масштабируемость это одна из тоже ключевых задач потому что она связана с процессингом транзакций со всеми вещами которые происходят в транзакциях то есть это в первую очередь скорость если в биткоине за секунду проходит порядка 7 транзакций до для сравнения в эфириуме порядка 20 вот виза пропускает тысячи транзакций и конечно вот нужно идти к тому что будет блокчейн добавляться большими базами данных и нужно ускорить пропускную способность а это связано с участниками сети то есть теми узлами которыми за которые занимаются процессингом транзакций и майнингом поэтому это вещи очень пересекаются и также вот на эфириуме это связано еще с ценой газа вот эти задачи будут решаться через как раз переход с proof of work на proof of state через каспер через снижение цены газа и масштабируемость баз данных и скорость решается в эфириуме через так называемый шардинг об этом мы сегодня тоже поговорим дальше виталик когда ну вообще когда вот самого самого начала да вот тринадцатый год и он писал свои идеи и в интервью вот старых можно посмотреть он еще так рассуждает таким языком интересным как математик то есть он говорит что изначально он хотел создать вот такой умный блокчейн который понимает команду команда это что как математический алгоритм если случилось так такое то событие то должно произойти то то если случилось это то тогда мы пять долларов засылаем на этот счет да то есть как бы все привязано к математическому алгоритму и вот этот умный блокчейн в итоге его идея реализовалась через то что эфириум платформа является платформой как базой для создания децентрализованных приложений так называемых смарт-контрактов идея смарт-контрактов не нова еще ник собой девяносто шестом году писал большой материал на эту тему но виталик да по-своему доработал если вникать в суть и придираться к терминологии то вообще смарт-контракты виталика это не смарт-контракты но мы используем терминологию разработчика поэтому не будем влезать в дебри да то есть его смарт-контракты лежат в основе его платформы эфириум децентрализованное приложение кстати обозначаются вот такой символикой депс по английски значит и в идее соответственно изначально вообще о монетизации не было никакой речи то есть изначально было вот такая глобальная идея но внутри монеты тоже существует да и и нужно там добывать майнить там рассчитываться поэтому вопрос ликвидности монета самой эфира и вопрос эмиссии это тоже получается важная часть а тоже ее нужно как-то решать а почему решать потому что при переходе с proof of work на proof of stake появится излишек денег их нужно то есть и так монета и эфир инфляционная так еще появится еще больше излишек и нужно будет эту задачу решать через как виталик предложил нужно он сейчас думает над моделью экономической как будут сгорать эти эфиры то есть вопросы эмиссии и сгорания как раз прописаны в релизе метрополис в части константинополь так вот глобальная задача проекта эфириум состоит в создании такого распределенного мирового компьютера как децентрализованной сети транзакций управляемый смарт-контрактами когда компьютер управляет машинами самостоятельно и инструментарий для этого то есть основная цель задача создать вот эту вот уникальную машину эвм то есть эфириум вертуал машин как набор контрактов которые будут управлять майнингом транзакциями в общем умная виртуальная машина вот мы так поехали дальше значит с июля 14 года с помощью краудфандинга начался сбор финансовых средств на реализацию проекта для финансового запуска платформы создатели распределили первоначальное количество эфира посредством 40 дневного публичного предложения то есть за 42 дня было привлечено более 30 тысяч биткоинов в пересчете на доллара на тот момент это примерно 18 миллионов долларов это была удивительно высокая сумма еще раз повторяю насколько идею подхватила комьюнити сообщества что собственно на доверие разработчики команды виталика собрали такие огромные средства представляете вообще заслуживает уважения большого молодой человек после озвучивания вот этой идеей эфириум проект заинтересовал некоторых банкиров и это им очень сильно помогло 30 июля 15 года был произведен запуск блокчейна эфириума в сети это значит что появился первый генезис блок то есть они сначала собрали сумму людям были выданы токены эфириума но они не могли ими никак распорядиться до тех пор пока сеть не войдет в мир и как только появился в сеть был запущен этот базовый генезис блок тогда ну произошел как бы уже фактический старт этого проекта и так давайте посмотрим на дорожную карту значит что здесь какими я тут словами ругаюсь значит изначально фронтьер это в переводе с английского как бы новые возможности новая площадка такая да в 2014 году ну в общем фронтьер такой протокол который вообще не обеспечивал никакую безопасность это был как ну сырая версия да то есть это только-только вот наваяли этот эфириум и она еще была очень очень сырая и там были было очень много уязвимостей но для этого и существует дорожная карта то есть как бы вот расписано что от фронтьера значит в шестнадцатом году перешли на холмстед холмстед переводится как усадьба то есть уже больная более стабильная сеть уже которая не считается бета-версии а вот метрополис он был объявлен в пятнадцатом году еще но состоялся по факту через два года только после ну вот эта вот история с дау мы сейчас ее будем обсуждать она вот затянула это решение метрополис все очень очень сильно ждали потому что это такая экосистема которая ориентирована на пользователя и она включает вот д-браузер mist это ну вот люди программисты которые пишут смарт-контракты для них вот этот клиент mist и другие инструменты то есть это как бы уже пользовательские инструментарии интерфейсы и так далее для разработчиков смарт-контрактов и следующий этап очень интересен на мой взгляд и такая такой вообще шаг продвинутый это серенити это ясность релиз осуществлен был вот в семнадцатом году и это как раз серенити включает в себя вот обновленные протоколы вот эти каспер шардинг плазму райден так далее то есть это вообще тут уже через это серенити через этот шаг решаются глобальные вещи уже по масштабируемости баз данных ну которые связаны со скоростью транзакций интересно сейчас мы это все разберем по порядку так в общем с 14 марта шестнадцатого года эфириум перешел на новый более стабильный протокол homestead то есть я тут привела цитату сейчас я ее зачитаю мне она понравилась очень хочу чтобы вы тоже слышали мы считаем исключительно важным держать наших пользователей в курсе нашего видения безопасности сети потому что homestead это у безопасности собственно сегодня мы можем с гордостью объявить что мы готовы наконец удалить с нашего сайта зачеркнутое слово безопасный и перейти к следующему этапу под названием homestead номер блока homestead для главной сети будет ли он 150 таким образом переход к сухом стед произойдет ориентировочно в полдень в день числа пи а для тестовой версии тра-ля-ля-ля-ля но в общем короче говоря по поводу числа пи помните я говорила что виталий когда был маленький он такую фразу говорил что ну кому-то легко стихии пушкина запоминают сам не вот ну цифры математически он знал 20 цифр после запятой в числе пи сейчас он знает много больше ста цифр такая вот у него память поэтому homestead это было важный шаг для решения вопросов безопасности дальше вот метрополис это уже интересно основная цель релиза метрополис это перенесение ряда функций протоколов так называемый абстрактный слой вместо того чтобы задавать на уровне основного протокола сложный набор правил управляющих созданием контрактов подтверждением транзакций майнингом и другими аспектами поведения системы логика протокола эфириума будет привести перенесена в эвм и станет набором контрактов то есть метрополис уже осуществляет в жизнь вот но вы поймите это релиз метрополиса а он будет постепенно реализовываться то есть метрополис состоит из двух хардфорков эфириума византия и константинополь византия уже состоялась константинополь ожидаем в этом году в начале 18 года было объявлено вот на этой фотографии видите как первый шаг на пути к внедрению алгоритма консенсуса proof of stake в рамках ширкомасштабного форка метрополис отмечают ребята это фотография взята из твиттера виталика бутырина кстати кто не пользуется твиттером очень рекомендую там же можно переводить на русский язык вообще весь мир криптовалюты он в общем-то все новости можно узнавать из твиттера добавьте себе в закладке биржи которыми вы пользуетесь разработчиков и поставьте колокольчик чтобы были уведомления в общем вы будете знать все обо всем и так они тут отмечают это внедрение византии которое произошло в октябре семнадцатого года теперь благодаря применению алгоритма доказательства с нулевым разглашением заказ на возрастет уровень анонимности то есть холмстед решил частично вопрос безопасности сейчас через через релиз метрополис вот через часть из антии решались вопрос анонимности через заказ на арк то есть пользователи смогут выполнять действительно анонимные транзакции что является одним из главных преимуществом криптовалют программирование смарт-контракты с новым обновлением станут проще облегчая специфику работы для программистов цена на газ при осуществлении транзакций также будет корректироваться дальше константинополь активация второго этапа константинополь состоится в начале восемнадцатого года как я сказала перенос всей логики подтверждения подписи одноразовых кодов из основного кода протоколов контракты позволяет разработчикам экспериментировать с чем с новыми схемами подписи с технологиями приватности с другими модификациями и не требует новых хардфорков то есть это все будет гибко но это будет по принципу софтфорка наверное ну как обновление приложения то есть форк форков как таковых не будет и что важно контракты смогут платить за газ самостоятельно с ней тут еще подразумевается снижение награды майнеров но это вот такой очень спорный момент по поводу снижения награды майнеров мы не будем сейчас на нем останавливаться дальше вот этот следующий этап продвинутый который сиренити он подразумевает под собой первую часть это каспер дружелюбное привидение я здесь привела картинку может быть вам плохо видно на самом деле это вот часть такой зарисовки которую нарисовал влад замфер который работал вот в части разработки каспера ну и правда на картинке видно что как будто привидение наверно поэтому так и назвали по ассоциации ну вообще мне нравится у них с юмором очень много юмора и много такого какого-то детскости что ли вот в названиях каких-то определениях значит каспер дружелюбное привидение релиз состоялся 22 ноября была опубликованная начальная версия каспера протокола улучшение эфириум на основе proof of stake над которым работает вот как я сказала влад замфер ну бутерин уже вставил свои три копейки он уже сказал что ему там что-то не нравится то есть у виталика тут вот я не знаю это сильная черта это как вот это размотреть это к добру или к худу но у него такой принцип с чем кстати не согласен тот же хоскинсон да у него вот типа решаем проблему по мере их поступления то есть у него вот все время какой-то вот на данный момент доработки 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 нет четкости определенной ну посмотрим то есть это только время нам покажет хорошо это или плохо значит его релиз знаменует старт нового этапа развития экосистемы эфириум которая в потенциале может привести к фундаментальным изменениям в инфраструктуре сети ну действительно по задумке замфера каспер должен полностью изменить принципы создания и распространения блоков эфириум и подробно можно ознакомиться с документом кому интересно я дам ссылки я сейчас в общих словах не буду задерживаться на нюансах у меня все ссылки есть я могу вам все дать почитать запрашивайте значит основное событие семнадцатого года о чем все говорили и форклок писал и все сми это значит вот этот вот релиз сирените эфириума 2.0 поколения да и протокола каспер и вот основная задача значит сирените это переход от пау к пос пау это proof of work пос это proof of state чуть подальше разберем что это значит то есть что это даст это даст это даст трехкратное увеличение производительности сделает возможным дальнейшее развитие сети и существенно снизить снизить цену газа и этот протокол каспер будет внедряться поэтапно сначала он ну тут тоже есть сложности потому что нет собственно тестовой площадки я не знаю как он будет поэтапно внедряться посмотрим там дальше по новостям не очень интересно вот этим наблюдать дальше как я сказала в эфириуме заложена бомба сложности бомба сложности задуманная для того чтобы усложнить майнинг с течением времени после запуска каспер вот это как раз все дело начнет реализовываться временно добычу блока будет увеличиваться и как результат майнеры будут получать все меньше и меньше дохода в конце концов сеть просто станет непригодной для работы майнеров однако им не следует бояться это слова виталика полного proof of stake да так как помимо депозита понадобится мощности на которых будет работать вот это вот виртуальная машина ивм и вот какие с этим возникают сложности просто разработчики эфириум планирует запустить новую тестовую сеть на которой они будут экспериментировать вот этот код сейчас на proof of work работают будет proof of stake нужно перед запуском протестировать виталик уверен что написанный на питоне код протокола каспер сможет усовершенствовать параметры безопасности в ходе тестирования эфириум клиентами но вот к сожалению на данный момент эфириума нету тестового тестовой площадки у них только robston есть который работает на базе алгоритма proof of work и вот еще пока я не нашла по крайней мере новостей каких-то которые дают информацию о том как будет тестироваться кастер дальше по поводу proof of stake хочу объяснить тем кто не знает переход с proof of work доказательства работы на proof of stake подтверждение доли это существенное существенный шаг но он спорный шаг виталик настаивает на этом есть противники и тот же вот хоскинсон не согласен то есть он за больше гибридное решение или ну в общем сейчас вы поймете а там как говорит команда виталика значит она говорит так что оставаться на принципе пау нецелесообразно с экономической точки зрения поскольку со временем это приводит к высокой инфляции и переход на поз значит должен состояться в ближайшее время вот в рамках вот этого релиза сиренити который был осенью 17 года консенсусы proof of work и proof of stake значит сегодня майнеры добывают новые блоки с помощью энергозатратного метода если кому-то надо про консенсусы отдельно мы можем отдельно поговорить например на наших встречах кофе брейк скайпе да по воскресеньям значит ну вот просто машины должны вычислить такую ресурс к ресурсоемкую задачу в этом заключается proof of work как бы доказательство того что машина реально вот она имеет место быть в реале и все то что она подтверждает этот блокчейн он реальный в то время как каспер предлагает полностью отойти от этой модели и переключиться на алгоритм на консенсус proof of stake то есть доказательство доли пользователи смогут на время вкладывать замораживать часть своих монет и получать вознаграждение по мере появления новых это новый консенсус посмотрим как он будет решаться но возникает в связи с этим проблема у комьюнити что такое комьюнити комьюнити это не мы с вами это люди которые занимаются процессингом транзакций и соответственно майнингом да то есть это майнеры участники сети так вот внимание комьюнити привлекли некоторые детали новой концепции после перехода все доли находящиеся в кошельках пользователи будут их ставками это означает что пользователи смогут зарабатывать на этих ставках но также возможно что у некоторых держателей доли баланс со временем уменьшится ведь делая ставки можно не только выиграть но и проиграть это странный сценарий не встречавшийся ранее в мире криптовалюты члены сообщества ставят вопрос о сохранности своих инвестиций так с этим проехали разобрались дальше по поводу шардинга смысл технологии в том что каждый валидатор кто занимается процессингом транзакций подписывает только часть транзакций в своем нынешнем виде мощность всей сети эфириума определяется самым медленным узлом поскольку любая операция выполняется всеми узлами сети по технологии же шардинга вместо единого блокчейна сеть состоит из множества параллельных цепей на каждой из которых выполняется какая-то часть кода при шардинге пропускная способность сети повысится до уровня виза или мастеркард без ущерба безопасности вот тут на картинке можно посмотреть то есть это немножко можно сравнить с сетью молний вот lightning в биткоине кстати вот блокчейн кардана тоже работает вот на такой вот многослойством над многослойством таким вот блокчейном да то есть по другому вопрос не решить ну виталик назвал это шардинг и решает вот этот вопрос таким образом но тут есть варианты событие вот кстати чем интересен тот же Хоскинсон с его вот этой аучкей корпорации что это наверное единственное ну я по крайней мере других не нашла единственная платформа и команда из ученых и они выкладывают вот например они сделали разработку и у них отчет еженедельно они выложили свои работы над чем они работают ну обалденно открыто понятно в принципе все это можно перевести на русский там я знаю английский мне не надо переводить на русский ну в общем это здорово да что вот есть такая прозрачность так вот Хоскинсон в своем кардана тоже решает вопросы масштабируемости только немножко по другому но в целом принцип такой же что нельзя на том блокчейне который сейчас есть решить вопрос масштабируемости то есть однозначно должны быть какие-то надстройки платежные каналы какие-то деления вот этого вот кода для того чтобы ускорить потому что со временем будет все больше 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 баз данных и вопрос масштабируемости то есть если они сейчас не будут это делать просто это все упрется в в тупик так что такое сатчейны сатчейны это как раз вот и есть те платежные каналы про которые я говорю вот аналог с лайтнингом да то есть как бы мостик от основного блокчейна к другому блокчейну или к надстройке про сатчейны мы еще будем говорить в других монетах эта технология реализовывается в других цифровых активах поэтому мы обязательно будем употреблять этот термин вы запоминайте значит они должны поднять вот эти сатчейны эти платежные каналы да производительность в тысячу раз масштабируемость сатчейнов ограничивается возможностью атаки массового вывода когда злоумышленники одновременно атакуют большое количество сатчейнов в результате чего в блоках просто не хватает места для ответа на все атаки ну в общем вы запомните основное что сатчейн это мостик от основного блокчейна к другому блокчейну или надстройки на него значит еще такой термин плазма 9 августа 17 года Виталик Бутерина Джорзен Пун один из ключевых разработчиков как раз вот этого Lightning Network опубликовали белую книгу проекта плазма то есть реализации Lightning и Raiden на эфириуме это тоже вот очень важная веха такая важный шаг в платежных каналах вот этих сатчейнах могут проводиться миллионы транзакций но при этом затрачены минимальные суммы газа так как количество транзакций в основном блокчейне будет минимальным к примеру одна в сутки однако в случае эфириума такой подход не ограничивается платежами сатчейны могут применяться и для масштабирования смарт-контрактов это и есть основная цель проекта плазма нового слоя в архитектуре эфириум то есть очень многослойная платформа и думать надо не только вот как в блокчейне биткоина о транзакциях но еще о том как будут смарт-контракты взаимодействовать и работать Райден что это такое это сеть P2P платежных каналов и депозитов на блокчейне эфириума то есть расширение эфириума узел Райден работает параллельно с узлом эфириума обменивается сообщениями каким образом с другими узлами Райден для проведения платежей и с узлами эфириума для контроля депозитов и вот мы переходим то есть сейчас мы разобрали вопросы развития дорожной карты эфириума и мы с вами понимаем какие вопросы стоят вообще у платформы да вопрос безопасности и масштабируемости это один из важнейших задач что же произошло в шестнадцатом году с с согласно первоначальной дорожной карте эфириума Каспер который в рамках релиза серенити он должен был быть реализован еще во второй половине шестнадцатого года однако таким планом не суждено было сбыться потому что произошло то о чем мы сейчас с вами поговорим и события которые последовали затормозили все эти разработки на два года к сожалению что произошло была на платформе эфириум сделана такая децентрализованная площадка краудфандинговая которая собрала огромные средства они думали вообще прилечь 5 миллионов долларов но привлекли гораздо гораздо больше в каких-то источниках написано 100 миллионов долларов в каких-то 150 видимо может пересчитывают с курса эфира короче дау переводится как Decentralized Autonomous Organization то есть децентрализованная автономная организация несмотря на то что идея направлена на эффективное использование преимуществ краудфандинга сам проект не является очередной краудфандинговой платформой она позиционирует себя как организацию которая базируется на облачном коде не является юридическим лицом управляется децентрализованно точнее распределенно всеми инвесторами и в так в традиционном понимании дау ничего не создает и не нанимает никаких сотрудников то есть должна была быть полностью такая площадка как бы честная распределенная для сбора средств на реализацию каких-то идей участники дау могут прямо в реальном времени контролировать инвестировать средства правила управления формализуются и притворяются в жизнь с помощью автоматизированных программ то есть нет доверия к человеку к центральному управлению за дау похоже на демократичную версию виртуального нерегулируемого законодательством хедж фонда долю в которую можно получить путем вложения личных средств в эфире и покупки на них дау токенов представляющих обладателю право участия в управлении инвестиционными коллективными средствами то есть эта идея сама по себе настолько вдохновила очень многих и люди доверились вот этому программному коду и вкладывали огромные деньги туда но в этом коде который разработал Гевин Вуд была обнаружена уязвимость и 17 июня 2016 года неизвестный хакер использовал эту уязвимость в коде и стал массово выводить токены блокчейна эфириум на базе которого работал этот хедж фонд и вывел очень большую сумму 12 миллионов эфира около 6 часов авторы проекта дау пытались перекрыть дыру в системе но они не могли зайти ничего сделать потому что не позволяла система сайт постоянно падал то есть это было сделать невозможно хакер вот этот который украл деньги он в открытом письме говорит цитирую я разочарован тем что использование этой функции расценивается как воровство моя юридическая фирма заверила меня в правомерности действий в рамках уголовного и в рамках права в соединенных штатах и что случилось дальше вот мне даже интересно сейчас я договорю а потом я у вас спрошу вот как бы вы поступили смотрите от моментального краха платформы эфириум их спасло только один момент что платформа эфириум она запрограммирована таким образом что вывести криптовалюту можно было вот короче говоря средства которые как бы украл хакер и у них было время больше месяца чтобы решить что сделать какие шаги предпринять у создателей было 34 дня чтобы придумать как вернуть средства вкладчикам потому что если бы они не вернули средства вкладчикам это был бы большой скандал и проект эфириум можно было на нем ставить крест Виталик Бутевин попал в очень сложную ситуацию то есть репутация дао и эфириум в этом плане стояли на одном уровне д централизованная система которая оказалась столь защищенной позволила злоумышленнику украть сумму и никто не понимал как ее вернуть обратно точнее понимали и было несколько решений но не было идеального решения вариант один то что предложил в итоге Виталик он предложил сделать софтфорк то есть заблокировать все операции вот с атакующего адреса то есть заморозить украденные средства и потом откатить блокчейн обратно он вышел и с такой просьбой обратился к комьюнити к участникам сети для того чтобы они поддержали этот софтфорк эту идею об откате так как структура эфириум децентрализована и здесь авторитарность не имеет места быть а Виталик как разработчик он как первый среди равных он не может сказать и да будет так то есть было такое некое голосование голосование привело к тому что состоялся второй вариант произошел хардфорк возврат всех транзакций в точку кражи вообще теоретически существовал еще один вариант ничего вообще не делать но он влёк за собой ужасные последствия поэтому все таки было сделано сделано так что по выражению Виталика создалось на платформе эфириум две вселенные а у него какая идея заключилась то есть смотрите одна вселенная это как будто взлома никогда не происходило и украденные деньги остаются на счетах людей а во второй вселенной взлом произошел и вот эта взломанная вселенная по сути должна была исчезнуть после падшей системы но люди и участники сети разделились как бы на два лагеря и одни смирились ну или там по каким соображениям да поддержали вот эту вот вторую вселенную ну короче говоря другие заявили что это нарушение стандартов децентрализации концепции и короче говоря вот получилось так что невозможно было эту вторую вселенную уничтожить что в итоге получилось получается что оригинальный блокчейн это как раз есть блокчейн эфириум классик а вот тот блокчейн который пошел по пути возврата средств вкладчикам через вмешательство что вообще противоречит самому принципу Виталик же так на этой идее стоял да на идее децентрализации и тут ему пришлось вот принять такое решение как бы вторгнуться вот в эту децентрализованную систему и вернуть деньги вкладчикам так вот эта вот вторая вот за Виталиком система это и есть по сути форк а оригинальный блокчейн называется эфириум классик идеологическая война привела к тому что участники сообщества продолжили майнить вот в этой оригинальной вселенной эфириум классик где взлом произошел вскоре она набрала очень большую ценность ее невозможно было удалить и группа добровольцев под предводительством человека под псевдонимом Арвико он по слухам из России и даже по слухам владелец ресурса биткоин новости ролик которого вы смотрели нашим вебинаром вот это сообщество создало эфириум классик то есть вторую криптовалюту в сети эфириум так произошло так произошло создание этой монеты вот теперь мне хочется задать вам вопрос а вы бы какую цепочку поддержали бы вы бы поддержали цепочку эфириум классик когда код есть закон или вы бы поддержали сторону Виталика Бутерина когда произошел произошло вмешательство разрушение идеологии децентрализации и автономное решение о возврату средств пользователя кстати я хочу сказать что в итоге хакер он остался с деньгами я не буду сейчас останавливаться на этой схеме там был черный хакер потом группа белых хакеров Рубин Гудов она забрала часть денег ну короче говоря деньги в итоге раздавались по заявкам а заявки были не все поданы сто процентов поэтому в итоге деньги частично не все вернулись в систему Виталика Виталий поступил по-людски но видите вот да это очень сложный вопрос это вопрос и норм морали да и так далее но ведь это тогда получается централизация это разрушает идеологию саму представление о вот этом распределенном реестре данных о блокчейне понимаете вот тут какой затык спасибо что ответили значит и так код есть закон в итоге люди отказавшиеся от этой идеи что блокчейн эфириума можно запросто перезаписать задним числом они сохраняют оригинальную эту цепочку эфириума в проекте под названием эфириум классика и монета обозначается этиси эту цепочку поддержал и вот этот мой математик любимый который сооснователем эфириума Чарльз Хоскинсон который со своей корпорацией гонконгской который работает над блокчейном кардана он написал следующее последние несколько недель я провел в раздумьях куда стоит направляться эфириуму классик учитывая имеющиеся ресурсы и размер сообщества похоже что у нас есть отличная база майнеров особенно китайских есть довольно много преданных делу членов сообщества умеющих писать код биржи кажется рада добавить ну эфириум классика в качестве актива поддержка кошельков скорее всего придет со временем когда классик докажет устойчивость к внешним атакам то есть он поддержал эту идею эту сторону и вы знаете я решила пройтись немножко по его мысли может тут будет много слайдов но я хочу вам донести информацию что он думал то есть это же все интернет да и он не пишет дневник в своей тетрадке он это пишет все как бы в открытый доступ свои мысли вот на тот момент и он обращается собственно вот наверное вот к этой команде которая изначально ну возможно ее возглавляет этот хакер или ну просто люди которые за то что код это закон что он говорит свои мысли как можно развивать этот эфириум классик он говорит что вот алгоритм proof of work с прочной привязкой к депс да это было бы неплохо то есть он не не поддерживает вот этот вариант консенсуса proof of stake он предлагает избавиться от этой бомбы сложности чтобы не обижать майнеров и говорит во вторых я бы хотел появление у крупных держателей монет возможности участвовать в принятии важных решений относительно будущего платформы это между прочим вот этот governance свойство реализовано очень хорошо в монете дэш форке биткоина поэтому он говорит такие мысли с точки зрения доработать уже вот эту основу оригинальный блокчейн оригинальную оригинальную платформу эфириума до некого такого совершенного на его взгляд результата вот и он предлагает избавиться от бомбы сложности да решить вопрос governance потом адепс децентрализованные приложения должны расти в сложности и требованиях к хранению таким образом продвигать создание децентрализованной базы данных одновременно с улучшением безопасности сети это новаторское решение дальше еще две вещи которые нуждаются в улучшениях это гост и validation times время подтверждений о госте чуть попозже мы поговорим было бы неплохо уменьшить время подтверждения что касается гост те же авторы сейчас работают над заменой под названием спектр которая имеет колоссальную ценность я думаю что есть потенциал вставить ее в модифицированной форме в эфириум классик это я выдержки такие из его вот этого длинного текста взяла еще одна мысль я не верю что это мудро пытаться решить проблемы масштабируемости одновременно с внедрением нового алгоритма консенсуса профостейк я думаю что стоило бы решить проблему масштабируемости органично используя эволюционирующие криптографические техники продление срока действия протоколов и рыночную механику классик нуждается в некоем аппарате принятия решений в устойчивых механизмах финансирования ну то есть вообще финансируют классик инвесторы но они периодически собирают все равно средства как бы с народа и вот Чарльз Хоскинсон подчеркивает что нужно нужно выработать механизмы чтобы не было это спонтанно чтобы нужно было планировать развитие дорожной карты также хочу добавить что надо не допустить появление культа личности это граната в сторону Виталия Кабутерина и также управление через централизованные органы иначе какой смысл этого раскола IOHK корпорация он говорит проведет изучение ДЭШ модели и опубликует все свои находки вот как раз в этих отчетах еженедельных моя надежда в том что она может быть улучшена и адаптирована для эфириум классика поможет укрепить финансирование ДЭПС разработки ядра и академических исследований с уважением к монетарной политике скажу что эфириум никогда не создавался как инструмент для хранения ценностей о чем идет речь о том что эфириум как я говорила изначально создавался с точки зрения как бы ну вот глобального компьютера но вопрос уже монетизации он был затронут гораздо позже и об этом Хоскинсон подчеркивает он был показан и экономика была предложена в виде источника вычислительной мощности переход на POS proof of stake изменит монетарную политику делая ее более расположенной к появлению инфляции сообщество классик должно выбирать свой собственный путь ну то есть он не хочет обижать майнеров тут однозначно может быть он сам имеет интересы в майнинге я не знаю не узнавал этот вопрос это мое личное мнение если мы остаемся на модели майнинга тогда я предполагаю механизм уменьшения похожий по духу на тот что имеет с предельным распределением по достижению определенного объема если ваша философия состоит это он обращается вот к этому человеку который возглавил команду код есть закон если ваша философия состоит в том что код есть закон и вам нужно принимать последствия ее исполнения тогда наверное вам стоит иметь некие прочные гарантии точности то есть акцентирует вопрос на том что нужно вопросу безопасности решать да не допускать изъянов короче говоря тема валидации кода очень широко наполнена множеством важных техник инструментов и вот он рекомендует работу определенную которая работает в этом направлении и последнее природа ЭВМ находится за пределами моего сознания и я думаю есть прекрасные теории дающие внушительные гарантии но что-либо тут посоветовать я не могу лучшее что я могу предложить это соединить работу над ЭВМ с работой выполняемой более широким более широким ЭВМ сообществом примерно как в данной выкладке может будет лучше запустить ЭВМ на чем-то более понятном и поддерживаемом например как наявой языке такой переход однозначно даст разработчикам больше свободы о чем идет речь Виталик я его считаю просто очень умным он там постоянно разрабатывает свои языки программирования и программистам приходится учиться этим языкам Хоскинсон говорит что неплохо было бы в основу держать JavaScript наверное да чтобы можно было привлекать свободнее лучше людей в команду которые бы не учились заново прописывать языки и вот последнее заканчиваю начало дискуссии положено если вы дочитали до этого места то я должен поблагодарить вас за чтение это статья предположение призванная начать дискуссию которая будет поддержана сообществом я бы с радостью увидел лучшие и более четкие идеи я также был бы рад увидеть как идеи превращаются в сплоченный план реалистичный понятный и учитывающий грехи прошлого это тоже камень в огород Виталика в любом случае я буду частью обсуждения этого плана он заявил свою поддержку а также буду рад помочь внести полезные изменения то есть он вообще-то человек довольно не бедный и поэтому он просто определил свою позицию что он готов как ученый и любыми своими средствами помогать помогать проекту но вопрос заключается в том а зачем ему это делать вернемся чуть позже к этому ответу на этот вопрос хочу просто обратить внимание что за сообществом эфириум классик стоит очень много русских ребят русских программистов вот мы уже об одном поговорили здесь привожу интервью второго молодого человека он работает на компанию Хоскинсона он разрабатывает библиотеки с открытым кодом и был одним из основателей ядра ну точнее он работал над ядром вот этой криптомонеты XT и был один из основателей smartcontract.com и мне понравилось как он говорит про вот проблема безопасности и проблема масштабируемости это важнейшие ключевые моменты да и вот смотрите интересная фраза ну какие там на сегодня большие проблемы криптовалют да безусловно масштабируемость бла-бла-бла он говорит изменить константу не самая большая проблема сложнее потом решить что делать с ускоренно растущим размером множества неизрасходованных монет и числом узлов сети хранящих у себя лишь ограниченное число последних блоков короче надо быть очень умным чтобы в этом во всем разбираться я думаю что это очень огромная перспектива для молодого поколения для наших ребят умных ребят с россии с украины которые известны во всем мире своими способностями к программированию вот для них эта тема итак давайте подведем немножко расставим точки над и кто управляет в итоге эфириум классик мы же понимаем с вами что вот это вот идеальная идея там децентрализация и код есть закон и так далее но все равно за этим стоят какие-то люди есть разработчики есть которые пишут программы кто-то этим все равно занимается значит за этим всем процессом за этим проектом стоит три команды первая команда это так называемое содружество эфириума но это даже и не команда это в общем то вот один человек Дексаран да но очень многие почему-то говорят что этот Дексаран возможно вот и есть тот самый анонимный парень из интернета который хакнул Дао этот Дексаран он хороший программист и он часто в своих блогах высказывается в поддержку того что с Дао были изъяты деньги ну как бы законным способом да то есть ну как используя уязвимость это первая команда ну он стоит но он же наверное нанимает еще кого-то ему в помощь да потом конечно сильная реально сильная профессиональная команда это вот корпорация очки где владеет этой корпорацией хоскинсон профессиональная компания работающая над развитием классик но понимаете тут речь в том что я вообще вот честно говоря я тоже смущена вообще основной проект хоскинсона это блокчейн кардан кардана и его монета ада это ближайший конкурент эфириума и то что хоскинсон взял под свое крыло классик меня наводит лично на мысль о том что может быть он хочет классик использовать как такую тестовую площадку для своего кардана ну зачем ему это 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 проекты которые в принципе ну вот в одном русле текут поэтому да он помогает разработки идут но зачем ему это если он полностью увлечен и у него получается и кардана это очень перспективно ну я просто я не понимаю мне кажется что преследует какой-то определенный свой интерес с другой стороны третья команда это вот и тсд так называемая да везде в новостях то есть это считается главной команды развития но там русские ребята присутствуют но она какая-то немножко не ну она не реш я насколько поняла может быть я ошибаюсь да но вот например там только год обсуждали вот эту монетарную политику ну слишком мало было сделано за год может быть я не права и нашла ну как бы не там искала помогите мне если вы узнаете что-то вот об этом больше вы дайте мне пожалуйста знать просто получается так что ребята из этой команды там вот была хорошая мысль по поводу там децентрализации и другие предложения они как бы вносят ссор в избу они вроде те две другие команды не пускают ну и сами ничего не делают ну такого вот глобального поэтому есть информация что они получают финансирование из одного крупного источника но тем не менее регулярно выкладывают в на обозрение просьбы им помочь ну даже я не буду голословной я по-моему в презентацию включила картинку да вот смотрите картинка с твиттера я назвала подойти на пропитание ну вот они запрашивают да что вот на это вот ошибка безопасности им там надо две тысячи долларов там на другие недостатки там им нужные деньги ну то есть как бы сбор средств периодически от комьюнити идет короче говоря переходим теперь уже по существу вот к платформе классик и к самой монете обратили внимание да там у меня был указан официальный сайт на гитхабе значит эфириум классик является что оригинальный блок цепочка эфириум позволяет осуществлять децентрализованные приложения и интеллектуальные контракты ну все это схоже с обычным эфириумом проект был рожден из непоколебимой веры в основные принципы это символизирует важность того что криптовалюта является взаимозаменяемой ее цепочкой неизменной у них был была общая история этих двух монет и на блоке миллион девятьсот двадцать тысяч они разделились эфириум пошел своей дорогой эфириум классик своей дорогой создавая новый блокчейн смарт-контракты строятся поверх блок цепи эфириум классик и автоматически применяют правила соглашения смарт-контракты могут по своей сути устранить бесчисленные посреднические услуги в банковском деле хранение файлов страхование это о том как может быть реализован также классик как и эфириум в реальной жизни значит виртуальная машина это классик это спутник работающая в тюринг и выполняющие интеллектуальные контракты идея эфириум классик заключается в том чтобы быть не просто не просто децентрализовать валюту а сделать децентрализованный мировой компьютер по аналогии с эфириумом металлика узлы классик стимулируются для запуска виртуальной машине в финансовом отношении платы оплачиваемые классик оплачиваются узлами для обработки транзакций связанных с контрактами умные контракты способны выплачивать людям в монете эфириум классик дальше идем по терминологии уникальной разработкой классик является эмеральд софт в девелопе кит это изумрудная изумрудный софт инструментарий для создания децентрализованных приложений этот софт включает как пользовательский интерфейс библиотеки инструменты для программистов для сборки этих смарт-контрактов и поскольку классик это платформа конечная цель которая заключается в том чтобы как можно построилась поверх блок цепи поэтому она направлена на то чтобы сосредоточиться вот этот термин новый который вы услышите он обозначается IOT то есть интернет вещей в интервью разработчик классика Игорь Артамонов он сказал умные контракты на блокчейне идеально подходят для простых соглашений между машинами работающей на распределенной сети протоколом машина-машина а интернет вещей это наиболее очевидное приложение к нему так по поводу GET GET использует программирование GO и это инструмент который запускает полный узел эфириум классик GET содержит измененный код на 40% код был изменен от эфириума и GET позволяет добывать монеты переводить средства между кошельками создавать смарт-контракты и управлять счетами дальше важная в терминологии команда классик это то что они написали декларацию независимости ее можно почитать значит в ней говорится такие вещи мы верим в децентрализованную цензуру устойчивую без разрешения блокировку мы верим в первоначальное видение эфириум как мирового компьютера который нельзя отключить используя необратимые интеллектуальные контракты и из основных принципов декларации я взяла вот такую тоже цитату кодекс это закон не должно быть изменений в коде эфириум классик которые нарушают свойства неизменяемости взаимозаменяемости или святости книги транзакции или историю бухгалтерского учета ни в коем случае не могут быть отменены или изменены ну то есть имейте ввиду что у них есть такая декларация я тут сделала скрин ребят из команды ребят инженеров вот Юрий русский парень кто то у нас тут еще был русский вот здесь на этой картинке нет ну в общем за классиком много русских разработчиков значит какие какая разница между монетами классик сильно отличается от эфира обычного вот у Виталика когда походит вот об этой монетизации то есть у эфириума есть встроенная бомба с этим усложненным алгоритмом добычи монет с течением времени это в конечном итоге заставит всех майнеров перейти на proof of stake доказательство ставки классик не хочет применять эту бомбу намерен придерживаться доказательства работы это первый момент второй момент классик является инфляционным благодаря бонусным вознаграждениям но это закончится в 2025 году когда эмиссия будет ограничена ну 210 миллионов монет будет эфириум на данный момент не имеет таких ограничений это инфляционная монета сейчас ограничения только по году идут и переход с proof of work на proof of stake сделает таким образом что вознаграждение майнерам будет уменьшаться количество монет будет увеличиваться инфляция увеличится поэтому виталик так много говорит о том что нужно придумать срочный механизм сжигания монет сжигать их просто так без алгоритма определенного механизма нельзя иначе это будет напоминать экономику вуду и вот значит классик команда классик считает что это такая денежно-кредитная политика делает классик более безопасным поскольку стоимость монет не будет снижаться со временем из-за непрекращающегося увеличения предложения ну то есть ограничение эмиссии вели дальше вот это вот интересно команда разработчиков продолжает работать над emerald desktop wallet что это значит изумрудный кошелек бездонный кошелек они его называют в восемнадцатом году мы уже по идее должны увидеть мобильную версию этого кошелька будем очень ждать по мере роста популярности эфириум классик возникнет необходимость в боковых цепях которые помогут решать вопросы масштабируемости ну боковые цепи это вот lightning это типа сайдчейнов вот этих да roadmap на ближайшие два года что здесь написано ближайшие цели масштабирование через сайдчейны потом интернет вещей помощь сторонним разработчикам разработки приложений поверх сети классик ну то есть как эфириум сейчас успешно является платформой на которой строится приложение эфириума классик чуть-чуть будет отличаться и они хотят помогать очень в этом заинтересованы чтобы запускались приложения на основании их платформы цели на 2-3 года улучшение безопасности шифрования интеграция с другими блокчейнами и в восемнадцатом году мы увидим что удалена бомба сложности будет выпущен вот этот изумрудный кошелек мобильная версия потом релиз вот этого проекта эмеральд изумруд сатчейны новые обкобы ну обкоды это вопросы там совместимости сети и так далее и так далее новый улучшенный слой это все можно почитать на их сайте самостоятельно ну в общем планы какие-то команда построила теперь мы будем следить за исполнением собственно этих планов очень я и жду этот эмеральд кошелек теперь по капитализации для сравнения вам даю вот эти три монеты эфириум кардана эфириум классик на первом месте ну в сравнении этих трех момент стоит эфириум у него капитализация 90 миллиардов у кардана капитализация уже 10 миллиардов покупайте монету а да эфириум классик 3 миллиарда ну что я хочу сказать вот эфириум и кардана показывают тут небольшой рост значит классик показывает небольшое падение но на самом деле в ближайшее время произойдет некое событие которое по идее поднимет поднимет как сказать и курс поднимет этой монетой и разработчики что сделали короче говоря поскольку интерес к этой криптовалюте немножко снизился особенно на фоне вот ценовых успехов эфириума Виталика Бутерина значит 5 марта было заявлено ну вообще все его называют хардфорк но это разработчики говорят это не будет форком это будет airdrop в общем наверное это сделано для и популярности в том числе этой монеты я честно говоря не могу понять что там будет такого рекордно нового но новостная лента очень хорошая по поводу вот калиста значит будет произведен хардфорк в цепи эфириум классик и выйдет новая монета на блок будет блокчейн калиста и монета кло будет называться это будет airdrop в пропорции один к одному что это значит что те люди у которых находятся эфириум классик на кошельках они получат такую же ну в пропорции один к одному сумму токенов вот этого кло поэтому сейчас все ринулись покупать этот эфириум классик потому что и сам эфириум классик возрастет и плюс еще кло дадут а кло говорят очень хорошие вещи что это доработанный эфир что такая такой был шаг сделан опередили бутырина много новинок будет введено то что не успел ввести виталик и что типа кло это вообще как вот идеальный практически доработанный эфир посмотрим основная цель этого калиста на форумах люди называют калипсо 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 кали калисто исследовать и обеспечить эталонную реализацию экспериментальных изменений протокола которые направлены на создание смарт-контракта на основе системы управления блокчейном и создать ядро любой службы перекрестных цепей сети калиста использовать состояние смарт-контрактов калиста и классика наоборот что позволит облегчить пропускную способность вот этой сети ну то есть вопрос масштабируемости тоже тут будет решаться в общем я сильно много не рыла по этой монете информацию пробежалась просто по отзывам ну отзывы в основном такие как бы отзывы направлены на инвесторские мозги покупайте эфириум классик потому что будет вам бесплатная раздача монет которая несет в себе внутреннюю ценность значит раздача токенов процедура получения токенов стандартная на кошельках которые ну это майсер валет это как обычно некоммерческие кошельки правда говорят что биржа бинанс она раздает автоматически тоже начисляет монеты либо это можно сделать по запросу но лучше конечно на кошельках хранить майсер валет если поддерживает значит на нем чем точнее я честно говоря не знаю поддерживает ли майсер валет классик но есть такой плагин в хроме майсер валет классик который точно поддерживает и тот и другой кошелек так вот туда можно перевести значит монеты купить классик и положить тем более что прогноз по монетам но вот я смотрела прогноз именно по теханализу говорят что как график показывает рост в диапазоне 56-75 долларов за монету а если смотреть вот прогнозы не основанные на графике а основанные на фундаментальном анализе то прогнозы до 100 долларов за монету и сейчас значит классик припадет его нужно прикупить и ждать просто начисления токенов КЛО и соответственно заработать можно на росте курса ну самой монеты ну в общем то я закончила практически в полтора часа час двадцать уложилась какие вопросы биржа пока не подтвердила раздачу но они обычно про бинанс да мы говорим они обычно раздают но там какая да действительно ситуация ведь на бирже ваши деньги не вы владелец да это решение вот этого централизованного аппарата если команда биржи решит вам отдать то есть тут есть тоже два варианта либо они автоматически их начисляют эти монеты либо они их начислят вам по вашему запросу ну зачем рисковать лучше уже закачайте себе прекрасный плагин хрома тут я им пользуюсь очень довольна вот тут даже подсказывают да 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 classic mask классика сервольки как рассчитывается стоимость транзакции да действительно ребят я в анонсе написала что мы будем сегодня разбирать расчет стоимости но я честно говоря уже подустала мне кажется и вы подустали давайте так я организовала по воскресным дням 18 часов так называемый кофе-брейк по скайпу где мы обсуждаем вопросы связанные там с криптовалютой со всеми этими прогнозами ценами там кто-то задает вот практически конкретные вопросы давайте в это воскресенье созвонимся чат я никакой специально не организовывала просто мне звонят в личку и я подключаю к разговору в принципе могу записать ролик на эту тему но могу сказать в двух словах да вот вы представляете для отправки денег что у вас есть у вас высвечивается этот газ лимит а если мы говорим про кошелек майсер вольт например то наверху справа у вас есть такая такой бегунок который показывает гивеи то есть цену газа вы берете ваш газ лимит который в общем то автоматически устанавливается там высвечивается рекомендуемая рекомендуемый размер например умножаете на величину она из двух цифр состоит там 47 например на гивей и вы это должны перевести в эфир то есть вам нужно по сути эти гивеи перевести в эфир вот просто запомните чтобы не заморачиваться это 0.70 и дальше вот эти вот две цифры после запятой и вы получите размер транзакции размер транзакции можно посмотреть на газ стейшене но это так если в двух словах но я вам помню обещала дать вот эту вот всю градацию и так далее ну давайте скорее всего наверно не будем это на вебинарах вот а я ролик запишу и выложу куда-то на свои ресурсы мне очень приятно спасибо ссылка на кошелек для я вика ты у меня в контактах есть да я тебе подскажу стоит ли покупать сейчас эфириум классик да я говорю что в принципе стоит покупать тем более что ну вот я сегодня не смотрела курс вот именно перед вебинаром но смотрела ночью он немножко припал припал поэтому это я буду покупать я как раз ждала вот этот момент падения я у меня есть я еще хочу докупить ну потому что но почему бы не заработать можно заработать на этом хотя сейчас есть очень хорошие другие варианты которые дают икс дадут икс и поэтому если сумма инвестиций ограничена то подумайте сами то есть сейчас есть две другие монеты которые дадут бешеный рост ближайшее время поэтому присоединяйтесь на кофе брейк я вам подскажу что это за монет так 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 благодарности спасибо мне очень приятно за ваш отклик спасибо больше вопросов нету да как присоединиться на кофе брейк а мой skype я вам напишу сейчас его вот в общем то не секрет набирайте меня просто те кто звонят в 18 часов я на своих всех ресурсах даю анонс и в общем то там набирается с десяток человек и мы за чашкой кофе сами себе делаем ароматный кофе сидим в милой душевной обстановке разговариваем о криптовалютах вообще знаете мне нравится очень вот этот вот ресурс mssg . me дробь но мое имя в интернете шерли кэш вы знаете мне нравится это онлайн визитка потому что если у меня изменится какие-то какие-то реквизиты вы все равно меня найдете благодаря вот ресурсу предлагаю вам тоже завести эту онлайн визитку я вот ее дала набираете просто в строку браузера и у вас открываются варианты моих контактов как давно я в этой теме ребят я говорил я недавно в этой теме сравнительная свой первый bitcoin купила в мае семнадцатого года очень меня это все интересовало но я совмещала деятельности как бы с на земле до мне не хватало времени а мне это все очень сильно в общем тянуло тянуло я принимал приняла решение ну с сентября семнадцатого года я приняла решение вообще бросить все свои дела на земле и погрузиться в нетворкинг и в изучение криптовалют у меня образование подходящая я закончила финансо-экономический университет имени вознесенского в санкт-петербурге специалист по ценным бумагам но как специалист по ценным бумагам по сути я не работала меня не очень сильно привлекает вот рынок фиатных денег а идея и концепция вот именно децентрализации и вот этого выйти из-под контроля там где закручивают гайки да ну собственно вот здесь концептуальная составляющая меня очень сильно вдохновляет и я поэтому как-то заболела этой темой вот когда я рассказывала про виталика бутерина как он загорелся вот у меня очень похоже а у меня такой склад мысли я не могу что-то поверхностно получать информацию этого недостаточно для того чтобы сделать какие-то шаги или сделать выводы поэтому мне нравится заниматься анализом я занимаюсь фундаментальным анализом я знаю английский я достаточно свободно читаю говорить может быть я с трудом у меня нет практики но была бы практика говорил бы наверно нормально но читать я могу и поэтому я читаю много как бы и видимо есть способность анализировать поэтому так нашла себя спасибо вам большое мне очень приятно потому что в общем то я стараюсь делаю для вас и честно говоря и делаю для себя в том числе потому что когда ну у меня есть определенные знания но когда я готовлюсь к вебинарам у меня они как-то так выстраиваются все систематизируется и потом я вам уже говорила знаете как интересно получается когда я только-только начала читать новости по крипто миру я ничего там не понимала ну то есть для меня это были просто слова а когда ты начинаешь он в общем мир этот он очень маленький за ним стоят определенные фамилии инвесторов разработчиков и поэтому когда ты изучаешь один проект потом второй потом третий то потом все остальные новости читать очень легко ты знаешь что происходит какие там телодвижения кто кому чего сказал как у кого какая позиция поэтому чем больше узнаешь тем легче и решение предпринимать и анализировать поэтому это очень здорово что нас вот 32 человека так и бывает примерно там 30 50 человек на вебинарах и я знаю масса людей смотрят мои вебинары в записи и я вижу какой большой большой отклик от людей хотят узнать эту тему поэтому я рада этим заниматься спасибо вам большое за но у меня к вам вопрос встречный мы сейчас поговорили о таких китах блокчейн эфириум куда мы идем дальше я хочу задать вопрос вам мы будем рассматривать все монеты по порядку вироксе или вы мне вы меня попросите рассмотреть какую-то монету и мы дальше уже будем с вами выборочно рассматривать какую монету вы хотите а какой монете в следующий раз вы хотите услышать да записи бывают я выкладываю записи у себя в канале в телеграме на странице вконтакте записи выкладываю топ 10 по значимости ripple китам самый перспективный давайте хорошо давайте ripple возьмем каждый день новости по риплом идут помните да что это не криптовалюта чтобы быть грамотными мы не можем ее назвать криптовалютой это цифровой актив потому что имеет за собой определенные позиции со стороны банковского сектора но они настолько сильны и монеты настолько перспективные кстати вот она даст как раз тоже это одна из тех монет которые даст хорошие результаты но на эти результаты не надо рассчитывать долгосрочно надо их получить и воспользоваться ими разово и откатиться ладно хорошо адатрон ноги коин перц хорошо я вас услышала я подумаю тогда а да это будет или ripple просто если мы ориентируемся на кабинет виркса то а да еще в разработке у них да а ripple уже есть в кошельке поэтому я думаю что нужно ориентироваться на те монеты которые уже активны возможно тогда в следующий раз поговорим о риплом друзья все спасибо вам большое рада буду вас видеть в следующий четверг как обычно в 20 часов вечера в москве приходите на мои вебинары спасибо вам до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания